Тут вспомнил одну тему про аккумуляторы для джипов, для внедорожников. В общем, в моей истории был Nissan Tirano и пользование несколькими аккумуляторами. Что стоит сказать, что для прокрутки мощного стартера на Nissan Tirano требуется аккумулятор, по моему мнению, это на 90 Ач. Эти аккумуляторы в основном в Сибирске, в тех краях находятся. На данный момент времени их очень мало. Мне попался в последний раз этот аккумулятор Тюменский Медведь. Как раз на 90 Ач привозили в Прохоровку, потом приезжал, забирал. Если же брать по Белгородской области, которые в наличии сейчас аккумуляторы, они в основном все аккумуляторы на ток 60 Ач. И в любом магазине именно такие будут распространены аккумуляторы. Была какая основная проблема в том, что стоял один из таких аккумуляторов, назывался он Омега-74, стоял с 2015 года на машине. Тоже приложу фотографию к видео, там будет открытый капот, фотографировал. И такой беленький небольшой аккумулятор на 60 Ач. Проблема была в том, что стартер схватывал не сразу. Когда ключ вставлялся в замок зажигания, то просто ничего, не было никакой реакции первые секунды. И только когда уже сильным нажимом, именно на холодную, заводился двигатель, то тогда уже стартер начинал прокручиваться. На горячую, конечно, данный аккумулятор на 60 Ач держал нормально все было. И что стоит сказать, если аккумуляторы на 60 Ач, они стоили в то время в районе 5-6 тысяч. Можно было сдать свой старый аккумулятор и получить примерную скидку в 500 рублей на новый аккумулятор. Вот Омега-74 тогда мне в 2015 году обошелся в 5850 рублей. Тут еще расписано, тоже вам расскажу про аккумуляторы, какие должны быть свойства. Это плотность электролита 1,25 летом и 1,27 зимой. Уровень пластин электролитов это 7,20 миллиметров. Они, как пишут, что доливают дистиллированную воду до заводского уровня. Но я никогда этого не делал, в банке не доливал никакой воды. То есть там был такой зеленый электролит в банках аккумулятора. И напряжение генератора должно составлять 13,8-14,2 В. И, конечно же, аккумулятор данный даже Омега-74 нуждается в периодической подзарядке. Зарядным устройством пользовался Бошевским. Бош-C7 называлось. Тоже подходит универсальное устройство для аккумуляторов на 12 вольт рассчитанных и на 24 вольта. Ну и, конечно же, самое важное, это для данных аккумуляторов перед установкой и сменой обязательно проверить утечку тока. Очень тоже важный показатель. То есть, если будет в автомобиле утечка тока, то ваш новый аккумулятор, он очень быстро разрядится. И, естественно, никакие не будут заботки двигателя. Просто будет стоять, торкать стартер и всё. Вот такая маленькая информация про аккумуляторы для джипов, для Nissan Tirano, именно, которые следопыты были, в 90-е годы выпускались. Могу сказать, что только подойдут аккумуляторы на 90 Ампер в час.